Весеннее обострение. По-другому нельзя назвать многочисленные случаи хулиганства или вандализма, которые фиксируются в пассажирских автобусах Тверской агломерации. Чуть ли не каждый день то стекло выбивают, то ругаются и даже бьют водителей. Между тем, многие такие инциденты вполне могут привести к уголовному преследованию, ну или как минимум к выплате большого штрафа. Только по официальным данным регионального ОМВД в текущем году поступило 4 обращения по совершению противоправных действий в общественном транспорте АТП Верхней Волжья. Однако на самом деле фактов всевозможного вандализма и хулиганства намного больше. Происходят многие вещи, где пассажиры начинают между собой в какой-то перепалке происходить, наносят увечья почему-то автобусом виноваты. Бьют стекла, портят имущество, жвачки, рисуют, режут сиденья. Николай Халяпин вечером 7 апреля спокойно заканчивал свою смену, завершая последний рейс по 31 маршруту. Ему и в голову не могло прийти, что автобус вместе с пассажирами окажется под обстрелом. Причем инцидент произошел не где-то на окраине, а на Октябрьском проспекте в Южном. Услышал в окно громкий хлесткий хлопок. Позади кабина автобуса. Стекло было разбито извне автобуса. Предположительно, опять же, со слов пассажиров, что был произведен выстрел либо из плиматического, либо из травматического оружия, из проезжающей попутно, либо встречной машины. Пассажиры в тот раз не пострадали. Однако все равно едва ли им было весело. Рейс был последний, и многим пришлось ехать или на перекладных, либо ждать резервный автобус. А это не пять минут. Это просто час, потому что нам нужно выпустить, соблюсти свою процедуру. Это 15 минут подготовить на заключительное время, плюс ему доехать. То есть берем максимальный час, ну минут 40 это все равно происходит. Между тем, тот же Николай Халяпин вспоминает, что это не первый такой случай, что происходили в его смену. Были и драки, и воровство. Например, вот такого молотка, которым надо разбить окно для экстренного покидания автобуса. Но однажды стекло им разбили просто так, для развлечения. Любители постучать вот таким вот молоточком по стеклу должны понимать, что вот такое, к примеру, стекло стоит до 10 тысяч, а вот такое с форточкой до 30. И плюс еще стоимость работ по замене, возмещение убытков, автобус ведь будет простаивать, и все эти деньги придется выложить из собственного кармана. Однако в некоторых случаях беспредел может аукнуться и более тяжелыми последствиями. Вся Тверь помнит драку, которую устроили прямо в салоне четверо парней. Их опознали и нашли. В отношении них возбудили уголовное дело по статье хулиганства совершенные группы лиц в транспорте. А она предусматривает санкцию даже в виде лишения свободы. Так что, учитывая наличие видеокамер в каждой такой синей машине, хулиганам надо помнить, поездка в автобусе может смениться другой поездкой в места не то ли отдаленные.